Я хотел бы поговорить о природе времени, подталкиваясь от каких-то совершенно повседневных и привычных вещей. И прежде всего от того, что мы можем назвать конструктивной иллюзией времени. Едва ли не самой важнейшей конструктивной иллюзией, которая залезет в нашу жизнь. Что такое конструктивная иллюзия, можно пояснить на примере кино. Благодаря тому, что наше зрение устроено не очень четко, мы два последовательно предъявляемых кадра или вспышки видим как нечто одно и то же. То есть, если бы у нас было более острое зрение, мы не могли бы видеть кино, а вынуждены были бы иметь дело с одноразовыми вспышками. Но благодаря тому, что наше зрение чуть-чуть расфокусировано, мы способны иметь дело с таким финалом, как кино. Это пример некой конструктивной иллюзии. Ну, как же, как, например, негативное содержание разговора. То, о чем нельзя говорить. Вроде бы мы это не эксплицируем, но каждый из нас прекрасно понимает, что, допустим, с женщиной нельзя говорить о возрасте, в доме повешенном не говорят о веревке и так далее. То есть, сумма умалчиваемого представляет собой некую конструктивную иллюзию. Нарушение всегда вызывает некий скандал, опять же. Но самой радикальной иллюзией является иллюзия времени. Именно того времени, в котором мы живем. Которое мы можем назвать временем циферблатов, и, может быть, даже временем электронных таблов. Если мы смотримся в некий интервал времени, любой, например, интервал, ну, скажем, пятиминутный интервал, то нам хочется сказать, или, вернее, интуитивно, мы считаем, что, собственно, из пяти минут и какого-то количества секунд этот интервал и состоит. То есть, мы воспринимаем время, как состоящее из минут, секунд, и спокойненько идем дальше. Но если бы мы представили себе, допустим, скажем, кувшин с молоком, и спросили бы, а из чего состоит эта жидкость? Тоже могли бы сказать, что она состоит из миллилитров, декалитров, но понимали бы, что она состоит из молока, прежде всего, да? Точно так же лукошка земляники состоит из земляники. А в отношении времени мы эту иллюзию продолжаем сохранять. То есть, что это означает? Это означает, что внутренние характеристики времени, его событийность, емкость, некая внутренняя скорость и принципиальная зависимость от наполненности содержания исчезает. И мы действительно... То есть, это не просто иллюзия, основанная на пустом месте, это иллюзия, которая влечет за собой определенные дистанциальные последствия. И, в частности, мы можем сказать, что на самом деле современное бытие, современная товаропроизводящая цивилизация и вообще сберегающая экономика в целом, и, разумеется, бизнес таковой, как ее составная часть, возможны лишь потому, что, возможно, сама эта конструктивная иллюзия времени. То есть, только потому, что мы можем различные содержания совершенно спокойно конвертировать вот в такого рода равные интервалы времени, которые мы, опять же, наполняем по своему произволу чем угодно. Тогда, как, если мы, например, обратимся к какой-нибудь другой культуре, не связанной с нашей, мы увидим, что, строго говоря, допустим, время праздника не может быть конвертировано в какое-нибудь время работы, время путешествия, время любви. Каждая из них обладает собственной хрономодальностью, которая, вообще говоря, не может, которая никоим образом не может быть конвертирована друг в друга. Однако наше время, являющееся временем графиков циферблатом расписаний и основой дисциплинарности всей современной цивилизации, оно именно такое, да, оно равномерно, фоновое, скажем так, безвкусное и в то же время достаточно жесткое, и жизнь наша, наша повседневность из этого времени складывается, и, исходя из этого первичного момента, если угодно, из него можно вывести множество любых вещей. Здесь, пожалуй, нам нужно кратенько всмотреться в тот изначальный момент производства этого времени. Каким образом оно появилось? Ну, если мы обратимся, допустим, к Больфгангу Гигеричу, одному из, на мой взгляд, очень недооцененных, но очень ярких авторов, он считает, что такого рода бескачественное фоновое время возникло следующим образом. Оно возникает одновременно с появлением эпохи пророков, когда пророк возвещает устами Господа о том, что сейчас пророчество исполнится, и, соответственно, все услышавшие его будут сопричатывать к этой истине. Ну, например, восстановление полноты Израиля, да? Когда кость начинает срастаться с костью своей, прав движется на встречу друг к другу, но вспомнивает контекст иезекииле, и других пророков. То есть, речь идет о том, что оповещается, объявляется пророчество, и услышавшие пророчество замирают в ожидании, когда же оно наконец сбудется. Тогда возможны два исхода, да? Потому что, как бы, ожидание продолжается, но пророчество не сбывается. Это означает, что либо лжецом оказывается сам пророк, а то и вовсе Господь, либо они говорят истину, но тогда ложным оказывается время. То есть, речь идет о том, что истинное время, как бы, депонируется, откладывается на потом. Оно переносится в будущее. И тем самым производится уникальная дистанциальная процедура сброса истинного времени на потом. То есть, начиная с этого момента, когда христианская цивилизация сама утверждает себя в ожидании сначала первого, а затем второго происшествия, как некое ожидание истинного времени, получается, что, коль скоро это априорное время истины, то мы и свою истину, своего бытия депонировали там же, где депонировано это время. А все остальные самоценные прежде времена или модусы проживания, они как бы слепаются, обрушиваются друг в друга и как раз и образуют вот то бескачественное время ожидания. Время заведомо ложное, ссорное и внутренние рамки которого или, скажем так, элементы хроноизоляции разрушены и вместо прежней полноты мифологически самодостаточных времен, благодаря этой эксклюзивной процедуре пророков, мы получаем вот то раскрошенное и легко делимое на минуты, секунды и другие интервалы время. То есть оно получается как эпифеномен, каким вторичным образом разбудится, но при этом оно является как раз основополагающим временем нашей цивилизации и только оно и пригодно, чтобы вновь и вновь повторять эту процедуру депонирования, откладывания на потом. То есть первоначально отложено время истины, затем мы как бы предполагаем, что самое главное случится потом, например, когда мы закончим свое образование, через 10 лет, еще через 5 лет, еще через 3 года спирантуры, то есть в этой ситуации вечного откладывания мы как бы и живем. То же самое происходит с инвестициями, самовозможность инвестировать в ожидании некой прибыли или процента, тоже складывается из того, что время проживания легко конвертируемо друг в друга. И именно это же время, собственно говоря, является и основой графиков и расписаний, потому что именно оно, будучи бескачественным, легко поддается произвольной нарезке. И, соответственно, сама эта произвольная нарезка, предположим, время начала работы, тот или иной график, еще не устроена таким образом, чтобы оказаться достаточно дискомфортной. Именно потому, что сама дискомфортность этого времени создает, вызывает легкую манипулируемость тех агентов, которые, собственно говоря, этому времени подчинены. Несмотря на то, что эта машина времени сработала, понятно, что время ожидания остается внутренним дискомфортом. То есть мы существуем в той или иной степени травматичности переживания этого времени. Для кого-то она минимизирована, и мы называем таких людей людьми успехами, собственно говоря, от глагола успех. Человек успеха современный, это тот, кому удалось внедрить внешние рамки графика и расписаний на уровень своего внутреннего расписания. Удалось это сделать далеко не всем, и сопротивление постоянно продолжается. Мы, например, очень часто видим, как болезненно осваивается этот момент, момент апроприации технического времени и оплаты. Вот ребенка посылают гулять, мальчика или девочка гулять, ну погулять по часикам, потом приешь. И он может прийти через пять минут, если он никого не встретил, ему неинтересно, ему кажется, что в его внутренних часах как раз именно это время прошло. А может пройти через два часа. То есть он еще не научился реагировать на хронологическое искусственное время, он реагирует на то внутреннее время, которое предъявляется к проживанию. Но основа его дисциплинирования, социализации впоследствии будет состоять в том, что он научится, он вынужден будет научиться реагировать на внутреннюю нарезку фонового времени, того же самого времени циферблата. И чем точнее он войдет в этот график, тем больше у него шансов успехов современной цивилизации, современной сберегающей экономики. Отсюда мы видим опять же множество неких параметров постоянного высвобождения времени. То есть парадокс в том, что это бескачественное высвобождаемое время, оно действительно крайне затрудняет полноценность проживания человеческих эмоций, человеческих чувств. Но это можно проверить на любом примере. Даже искусство путешествий, искусство дороги тоже в конечном щуке, будучи уложенным в эту хрононарезку, оно тоже представляет собой некое странное ощущение, что я сейчас смотрю это, например, «Развалины Рима», для того, чтобы об этом потом рассказать. То есть я как бы заведомо не живу в этом времени, а живу во времени рассказа об этом времени. И вот это вечное время рассказа, репортажа, вечная ситуация дискомфортности и непопадания. А дело в том, что мы и не можем попасть в это время в силу того, что наш внутренний хронопоэзис, то есть остающийся производство собственных времен, не может быть предъявлен в соответствии с полнотой собственного запроса и вынуждены общаться в эту ситуацию хрононарезки. Опять-таки в значительной мере допустим тяга к измененным состояниям сознания тоже представляет собой форму обретения самоценности времени, когда пускается время не ради чего-то, не время ожидания, а время непосредственного препровождения и зачастую реакция на опустошающее время повседневности. Ну и соответственно опять же цивилизация успеха и успевающих и преуспевающих она в самом деле связана с возможностью безнаказанной и максимально безболезненной апроприации присвоения той внешней хроноразметки, которую мы делаем своим собственным временем и тем самым производим дополнительно опустошение такая странная внутренняя аскеза аскеза еще опустошенная при этом прежнее время все равно остается некомпенсированным оно лишь различным образом видоизменяется но оно во-первых составляет форму несчастного сознания безусловно оно безусловно вызывает некий эффект занятости и нехватки времени но мы не всегда понимаем какого именно времени нам не хватает вот как здесь было сказано что ну если нет времени на приличный завтрак то лучше и не завтракать вообще совершенно верно но мы именно этим всегда и занимаемся то есть по большому счету мы пользуемся этими внешними состыковками встречаемся на этих внешних хроноплощадках и поскольку мы это делаем мы как бы всякий раз подтверждаем правомерность сработавшей машиной времени и в силу этой продолжается наша собственно сберегающая экономика со всеми ее производными и как бы можно сказать что каждое последующее поколение оно все менее и менее болезненно переживает это время но это чрезвычайно подозрительно с точки зрения дистанциального проекта самого человека поскольку эти искусственные можно сказать существа продолжающие именовать себя людьми становятся совершенно внутренне пускими как это уже происходит в параметрах американской цивилизации и напротив усиливается ну как бы усиливается разрыв между ими и лузерами где роль лузеров чаще всего достается достаточно творческим людям которые просто не в состоянии вписаться в эту гонку ибо для них все еще болезненно болезненно остается отказ от предъявленности проживанию подлинных хрономолосов и необходимость реагировать только на время графиков и расписаний то есть на дисциплинарное время современной эпохи вот кто обладает столь легкой и простой казалось бы делимостью тем самым мы видим что основа всеобщего дисциплинирования как раз и может быть усмотрена как простая дисциплина времени и мы видим с каким упоением человечество продолжает высвобождать эти пустые пуски времени не зная что с ним делать начиная от тех простейших таймеров например там скажем песочные часы которые в современной цивилизации тоже иногда используются например в кулинарии пока довести до кипения и кипятить в течение пока песок в часах не вызовется но что это означает это означает что мы как бы опять то есть мы душой уходим из этого процесса замыкаем его с помощью таймера то есть понятно что настоящая хозяйка не приготовит еду таким образом да то есть все это внешнее время все таймеры где мы ставим как бы сказать внешнее время в результате само производство оказывается автоматизированным бездушным но и и парадоксальный процесс экономии времени например сообщения должны быть переданы как можно быстрее в итоге в итоге мы постоянно идем к триумфу простей то есть нам подается выдавать время обмена электронными сообщениями больше не нужно писать письма но в результате когда такая необходимость все еще была она задействовала наше подлинное время сейчас с исчезновением переписки вручную опустошаются тома новых собраний сочинений том под названием писем не исчезает потому что электронные документы никому не привез в голову хранить то есть тем самым целый молодость культурного бытия исчез что называется выгодали время точно так же происходит и в отношении скорости связи с оказавшимися на другом конце света знакомыми да мы легко связываемся с ними но чаще всего для какой-нибудь элементарной локализации узнать ты где и в свою очередь подтвердить что я здесь то есть грубо говоря для чего мы выиграли это время не для любви не для дружбы даже не для авантюры на худой конец а просто для того чтобы тупейшим образом обменяться какими-то простенькими моментами и вот это и есть триумф пустых страстей то есть это продолжающееся внутреннее опустошение процессуальности в которой не инвестируется ни эмоции ни чувства инвестируется все тоже самое время очень легко конвертируемое друг друга конвертируемое в деньги но при всей своей казалось бы такой безболезненности это конечно же безусловно некая среда истребляющая всякую подлинность это и есть такая странная процедура на первый взгляд конструктивной иллюзии но если в ней разобраться эта иллюзия окажется в высшей степени деструктивной именно потому что полноту проживания она подменяет ну такой всеобщим полуфабрикатом всеобщим полуфабрикатом нарезанного времени где где наше действительно человеческое не помещается вообще или помещается в степло или иной доли из доли из ну вот может быть вкратце я бы так обозначил что делать что делать как из этого ужаса быть а можно за слово если определяется возникновением пророков отложения на потом достижение негого состояния и вход в режим ожидания то как это соотносится с другими культурами внехлевчан там как-то по-другому обстоит дело или скажем восточные вещи они тоже страдали этим самым деконированием да очень точный вопрос просто действительно скажем мифологическое время допустим время олимпийских богов Греции не говоря уже про какие-нибудь изученные изученные левистросом племя Буроро мы видим что там действительно обстоит все совершенно по-другому и там как бы существует некая полнота проживания последовательных молозов ну например в латвических дайнах это так обозначается так шлет молоз так стены красят так дегость курит так известь гасит так меч куется что завтра все чем так он несется судьбе навстречу то есть мы как бы сталкиваемся с перечислением неких последовательно предъявляемых проживанию по мере их вызревания наших внутренних модальностей а когда происходит вот благодаря пророкам а затем благодаря ожиданию второго пришествия то есть через иудаизм и христианство некий перенос всей истины проживания в одну единственную мономаниакальную точку будущего когда пророчество исполнится когда он явится придет мессия либо второй раз придет мессия то это означает что коль скоро это обесценивает что называется все остальные времена они все вместе оказываются всего лишь временем ожидания пребывания надежды и именно всего этого они как бы разрушаются внутри это сейчас свойственно как бы всему нашему человечеству стирающему землю или существуют очаги церновационные которые лишены этих недостатков переживания холостого нарезанного плесня и ожидания чего то как обстоят дела с сентаизм и тюдизм и другими вещами я думаю что я в этом мало что почему же думаю это легко очень освидеть поскольку само это время вызывает как бы этот феномен характерен для всего существующего человечества вследствие его глобализации или все-таки только для христианства ну сейчас я думаю характерен для всех но именно потом благодаря той влиятельности которая собственно в этом смысле влияние христианства стало тоже всемирным но можно сказать что в разных уголках земли он по-разному представлен ведь в самой цивилизации есть преуспевающие и остающие звенья есть в конце концов замечательный какой-нибудь там не знаю обитатель Ямайки да который в своем сомбреро никуда не спешит а лежит где-нибудь в гамаке на солнце загорает и на вопрос возмущенного там допустим озабоченного протестанта почему ты бездельничаешь если будешь бездельничать то ничего не добьешься а вот я не буду бездельничать я буду успевать зарабатывать и в конце концов добьюсь того чтобы поехать на Гавайи на Ямайку и лежать в гамаке ну соответственно а он уже там всегда да всегда есть те кто уже здесь всегда есть те которые вопрос как вы расслабляетесь ответит а я и не напрягался в этом смысле конечно же степень наброшенной степень властности наброшенного вот этот май в паутинное время различна но продукт в том что чем глубже это время вросло в человеческий проект тем ближе мы к критерию современного успеха потому что успевать это не значит попадать в пуст именно этого времени поэтому скажем меняется допустим меняется природа элит скажем изначально элита которая могла устраивать время по своему усмотрению вот в принципе не завтракала обедала поздно то есть она состояла из сов в этом плане чем богаче человек тем позднее он обедает как говорится как известно в французской пословице которая говорит что короли обедают завтра они настолько богатые и знатные что они обедают позже всех но мы видим как постепенно где-то начиная с 20-го века цивилизация сов и элита сов разрушаются и уступают вместо цивилизации жавров то есть именно тех кто лучшим образом подогнал спектр своих внутренних времен к этой внешней нарезке к графику расписания именно они так и преуспевают опять-таки вопрос только в том за счет чего что при этом приносится в жертву ну а как быть теми кто не относится скажем никакому говоря с поведанием с областиками которые ни в бога ни в черта и соответственно пришествия мессии и так далее у них впереди какие-то маяки видимо свои собственные другие может это вообще инерция она свойственна вообще человеку как в мировом стоянии нету никаких так сказать точного достижения да нет нет наверное какие-то свои собственные есть вот вопрос есть у него или нет и хорошо выдать успешно дочку замуж например это тоже некий маяк наверное по словам что-то издать а что значит хорошо выдать дочку замуж это никак не повлияет на его лежание в гамаке так условно у всех мотивы свои по большинству это мотив серьезный дестабилизирующий фактор такому как это вещь серьезная почему человек отрывает свою задницу от стуга и идет что-то делать в это задачи которые должны решить в будущем так сказать этим самым достичь а вы может вообразить условно что у него нет отложенных вопросов да вообще нечего условно говоря дожидать и не к чему стремиться так сказать он там все лежит и ну хорошо сейчас и здесь во всей полноте его ощущения вопрос так сказать это чем-то лучше чем жизнь человека связанного с внешней навеской она как-то полнее гармоничнее или это невозможно подвергать такого оценки просто мы все время сейчас говорили такое оказалось ощущение что в этом есть негатив потому что это время опустошено в том что внешне нарезано в том что оно выхолочено в том что чувствуется некий негатив а какая есть обратно позитивная есть ли примеры другого подлежать в камаке оно как-то лучше пожалуйста пару сексерс стори да нет нет здесь невозможно давать сексерс потому что это не этого этого ну почему все зависит от того чем насыщен процесс лежания в камаке потому что накидаешь при этом воду камушки наблюдаешь со кругами может быть там вот я и хочу спросить да но внешних проявлений этого процесса никаких нет лежать в камаке я и спрашиваю он лежит в камаке живая во всей полноте это его внешнее состояние оно может быть вполне глубоким или мегасозерцательным спрашивается это есть позитивное по отношению к тому негативу который сквозил вашей вещи ну конечно я думаю что в целом наверное в целом всегда что-то достигается за счет чего-то безусловно и в этом смысле как бы мы все расплачиваемся той нереализованностью непредъявленностью проживанию какой-то определенной полноты но а выигрышем является вообще как таковая прибавочная стоимость то есть мы же производим как бы мы совершаем внутреннюю аскезу благодаря абстрактному времени появляется и абстрактная воля которая позволяет нам скажем постоянно выстраивать различные программы самосовершенствования и скажем позволяет выстраивать шкалу внутреннего самоуважения ну предположим если я вот сам же максимой своей воли внедряю в себя этот график и ему следую вот есть некая планка самоуважения и в общем-то достижение этой планки самоуважения является некоторым стимулом позволяющим например быть собой довольным или собой гордиться и тогда с позиции этого стимула покажется что лежать в гамаке ну просто безумная потеря времени по большому счету неинтересно хотя мы забываем что полежав в гамаке он станет например начнет танцевать сам а когда захочется есть ну что-то там заработает главная вот возможность как бы отсутствовать замороченности она по-своему прекрасна но как бы но это другая система неинтересно